Здравствуйте, дорогие книголюбы, книга фанаты и книга маньяки. Сегодня я расскажу вам о книге Николая Бердяева «Самопознание». Николай Бердяев является известным философом XX века. Его имя в первую очередь связывается с философским экзистенциализмом. Но его книга «Самопознание» – это биография Бердяева, в которой он изложил свою жизнь, так сказать, с внутренней стороны. В книге описывается детство философа, его искания, его обращения, его политические размышления. Но акцент делается именно на внутренней жизни философа. И эта внутренняя жизнь как бы противопоставляется всему внешнему. То есть Бердяев здесь выступает как настоящий экзистенциалист. Однако, прочитав книгу, мы узнаем, что само понятие экзистенциализма не очень близко к Бердяеву. И Керкигор, который это понятие ввел, Бердяеву не очень близок. Керкигора Бердяев прочел уже поздно. И он, в общем-то, не повлиял на мировоззрение Бердяева. Сам философ, скорее, называл свою философию христианским персонализмом. Он делал именно человека центром своей философии. Поэтому для антропологии Бердяев сделал очень много. Следует отметить, что сам Николай Бердяев был человеком очень категоричным, очень целеустремленным и смелым. Особенно это показательно, когда он говорил с Держинским. И Держинский, когда увидел, что Бердяев вместо того, чтобы как-то сглаживать что-то, пытаться как-то договориться, он прямо попер на марксизм, на Советский Союз. И конкретно четко высказывал свое недовольство философией и этим строем. Закончилось это тем, что Бердяева выслали из страны. И я могу сказать так, что ему повезло, что его выслали, потому что затем репрессии начались еще более сильные. Таким образом, смелость Бердяева помогла ему избежать кончины и забвения. Хотя Бердяев всю жизнь скучал по своей стране, он отмечает много положительных черт коммунизма и социализма, он всю жизнь хотел, собственно, вернуться на родину, но был вынужден, скажем так, жить в Европе. Он жил во Франции, и он описывает множество негативных черт также жизни в Европе. Вообще, он достаточно честно находит минусы и плюсы как у русских людей, так и у европейцев, и все это с присущей ему искренностью излагает в книге. И даже повторяет по нескольку раз. Возможно, чего-то в этой книге не хватает. Нам бы хотелось узнать кое-что о некоторых людях, с которыми Бердяев был близок. Но Бердяев пишет в основном про людей известных, про философов своего времени. Например, про Маритена, про то, как он общался, про то, как он был согласен и не согласен с философами своего времени, которых он знал лично. Эти вещи читать очень интересно, даже если вы не фанат философии самого Бердяева. В предисловии книги очень точно подмечено, сказано, что Бердяева можно назвать верующим вольнодумцем. Ну, собственно, таким он и был. И эта книга очень хорошо показывает его внутренний мир. Ну, что можно посоветовать? Возможно, эта книга не для всех, но для тех, кто интересуется философией, также интересуется культурой XX века, известными людьми XX века. Эта книга может быть интересна. Возможно, не полностью, но какие-то ее главы точно заинтересуют вас. Поэтому читайте, пробуйте, как оно вам пойдет. Возможно, эту книгу сложно дочитать, но ее будет очень интересно начинать читать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok